Двейн Джонсон Двейн Джонсон, более известный как Скала Отличный спортсмен, суперзвезда рестлинга И один из самых влиятельных актеров современности Мало кто знает, но изначально Двейн планировал стать звездой футбола Правда, американского Как и многие американские подростки, уже в школе он начал играть в американский футбол А также был членом школьной команды по легкой атлетике и борьбе По окончании школы многие университеты предлагали ему поступить к ним И Джонс выбрал университет Майами Джонсон производил хорошие впечатления на тренеров и товарищей по команде И считался одним из многообещающих игроков Однако, в то же время в Майами пришел Уоррен Сепп Будущая звезда NFL И угадайте, на чьей позиции он играл Верно, на позиции Двейна Так что за 4 года в Майами Джонс вышел на поле в 39 играх Из которых всего в одной в стартовом составе Но в 91 году он вместе со своей футбольной командой стал победителем национального чемпионата среди университетов Джонс закончил свое обучение в 1995 году Получив степень бакалавра по криминологии и психологии И по окончании университета он подписал трехлетний контракт с командой Калгари Из канадской футбольной лиги Но из-за травмы спины отыгрался его сезон И вынужден был окончить карьеру профессионального футболиста Но задолго до этого, 2 мая 1972 года Он появился на свет в Калифорнии В семье известного рестлера Рокки Джонсона Дед по материнской линии тоже был рестлером А бабушка руководила рестлерским промоушеном И наконец, в 1996 году он принимает решение пойти по стопам отца и деда И связать свою карьеру с рестлингом Изначально его отец был против Но после долгих раздумий согласился тренировать Дуэйна Сначала Дуэйн выступал под псевдонимом Рокки Майвеа Составленного из имен его отца и деда Но спустя несколько лет выбрал себе псевдоним Сокола И в период с 1996 по 2002 год Дуэйн стал одним из лучших рестлеров своего времени И завоевал 7 чемпионских титулов После чего оставил рестлинг и занялся актерской карьерой И тут начинается самое интересное Его первой актерской ролью был его отец В 1999 году в документальном фильме шоу 70-х Он предстал в образе своего отца Рокки Джонсона Я пришел в спортзал с отцом Взял штангу в 62 килограмма И попытался пожать ее И она меня придавила Тогда мне было 13 лет Я сказал себе Ладно, в субботу я снова приду И подниму эту заразу во что бы то ни стало И вот я всю неделю только и думал об этом По вечерам я подолгу отжимался от пола Ничего лучше я придумать не мог И что вы думаете? В субботу я снова заявился в спортзал И штанга меня снова придавила Всерьез, я начал тренироваться в старших классах Когда мне было 16 Ежедневно, без передышки Прорабатывал каждую часть тела дважды в неделю По всем канонам я должен был перетренироваться Но, к счастью, мамочка кормила меня на убой И мой организм выдержал перегрузки Кстати, всем подросткам, которые хотят накачаться Вы думаете, в те годы я выглядел иначе, чем вы? Нет Я был таким же худым и долговязым, как все Короче, тот еще билдер Друзья Кто из вас когда-то очень давно В далеком 2001 году Смотрел фильм Муми возвращается Помните того злого длинноволосого чувака? Угадайте, кто сыграл эту роль? Да-да Именно Дуэйн Джонсон И в тот же год он получает премию За лучшего отрицательного персонажа Я, честно говоря, до этого момента даже и не знал Что именно он играл в этом фильме Но настоящее признание приходит к нему в 2002 году Когда он сыграл главную роль в фильме «Царь скорпионов» За этот фильм он получил гонорар 5,5 миллионов долларов И в 2007 году был включен в книгу рекордов Гиннесса Как самый высокооплачиваемый актер, сыгравший свою первую главную роль После этой картины Джонсон начал получать огромное количество предложений для съемок Из-за чего рестлинг отходит на второе место Я давно мечтал сняться в каком-нибудь фильме Я просто ждал, когда подвернется подходящая роль И вот в один прекрасный день мне позвонил агент с киностудии И предложил попробоваться на главную роль в фильме «Царь скорпионов» Я спросил, а что мне придется играть? Он сказал, что требуется, мол, изобразить зловещего монстра Который бы ужаснул зрителей Я ответил Вот это совпадение! Как раз этим я занимаюсь ежедневно В течение многих последующих лет Джонсон показывает, что является универсальным актером И играет как в боевиках, так и в семейных комедиях За этот период было сыграно много ролей Но одна из интереснейших Это работа вместе с Полом Уокером и Вином Дизелем В «Форсаже 5» В этом же году, на волне огромнейшего хайпа Дуэйн Джонсон возвращается в рестлинг И в 2012 году надирает задницу тому самому Джону Сине Видео про которого вы можете посмотреть здесь Но как не вспомнить про фильм «Кровь и пота моноболики» Хотя вы и сами все знаете Каким бы напряженным не был мой график Съемки, деловые встречи, выступления И бог еще знает что Я ежедневно ровный час посвящаю силовому тренингу Я тренируюсь по методу сплит-тренинга Качаю одну-две мышцы в день Поблажек себе не даю Многоповторный режим, суперсеты, короткие паузы отдыха Каждое упражнение кончается дропсетом Я никогда не хотел стать самым габаритным из борцов Я хотел стать лучшим И это у меня получилось Конечно, у меня нет времени Смерять белки, жиры, углеводы и высчитывать их Однако, в общих чертах Я свой рацион знаю Углеводов я потребляю порядка 200-400 граммов в день Если завтра мне предстоит бороться То я заправляюсь основателем где-то 500-600 грамм Что же касается белка, то моя суточная норма по 300 грамм За день я выпиваю 5-6 белковых коктейлей Подмешиваю туда бананы, иногда яблоко Немного арахисового масла Такой коктейль очень выручает меня В тех случаях, когда у меня не получается нормально перекусить после тренировки Вот и все, никаких вольностей Вроде и пиво или пиццы я себе позволить не могу Сахар я совсем не ем Только мед по утрам с салатами За обедом съедаю 3-4 цыплячьи грудки или натуральный бифштекс Ну и зелень, конечно, плюс гарнир из риса и картофеля Сплошь и рядом мне приходится вкалывать опоздна И до квартиры я добираюсь не раньше часа ночи Тут я обычно съедаю тунца из банки и выпиваю белковый коктейль На пике своей популярности в начале 2000-х годов Он зарабатывает около 120 миллионов долларов в год Эти суммы включали в себя участие в боях и гонорары за съемки фильм Сейчас Двейн, как и все актеры, ведет активную жизнь в инстаграме Постоянно выкладывает видео с тренировок, со съемок, со встречи с фанатами Он занимается благотворительностью У него есть свой благотворительный фонд, в котором он помогает неизлечимым больным детям Также он пожертвовал 1 миллион долларов в университет Майами, в котором играл когда-то Я довольно активно слежу за его инстаграмом и советую всем подписаться И потому что он платит мне Конечно, я бы не отказался от этих денег, но Просто это очень крутой чувак Вот смотришь на его видео, заряжаешься позитивными эмоциями Просто излучает какую-то позитивную энергию Кстати, недавно на днях у него вышел фильм Полтора шпиона Он активно рекламировал этот фильм в инстаграме Постоянно скидывал видео со съемок Какие-то шутеечки В общем, советую всем посмотреть Я еще не смотрел Надеюсь, что не разочаруюсь Кстати, кто уже посмотрел этот фильм Напишите в комментариях ваше мнение о нем Также на следующий год он уже анонсировал выход Спасателем Леву На этом все Если вам понравилось это видео Поставьте, пожалуйста, лайк Подпишитесь на канал Если вам не понравилось видео Или вы нашли у меня какой-то косячок Напишите об этом в комментарии Или поставьте дизлайк Мне будет очень приятно Я читаю все комментарии И стараюсь отвечать всем До свидания, дорогие мои Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok